здравствуйте мальчики и девочки и студенты и студентки решения задач закона ньютона и задачка 2029 ну вот наконец начинаем с вами разговаривать что будет происходить с тем если он будет находиться на наклонной плоскости но сначала маленько сказать опыт море такой опыт вот тело находится не на наклонной плоскости и сейчас я начинаю вот так куда вот наклона гость появляется вот вот так 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 вот да я думаю что это становится понятно обратить внимание тело то еще у нас не начинает скользить а вот сейчас да вот вид сверху я начинаю вот эту наклонную плоскость вот уже видите потихонечку поднимать да то есть вот у меня угол начинает изменяться а тело то не движется потихонечку увеличиваю вот уголок увеличивается тело не движется она не движется не движется и поверьте мне сейчас при каком-то определенном угле вот он начнет начнет скользить вверх ой вниз вниз а вот этот вот уголочек а теперь давайте разберемся что же произошло и как найти коэффициент трения потому что здесь очевидно брусок не соскальзывал потому что между брусковым поверхностью было трение естественно что же тут происходит ну давайте будем разбираться значит так давайте с вами нарисуем наклонную плоскость вот на наклонной плоскости находится тело а вот этот угол обозначим альфа вот так значит в первом случае что мы можем делать вот нет коэффициента трения то есть абсолютно гладкая поверхность что произойдет ну сразу поставили вы сюда отпустили начинает скользить под действием какой силы с каким ускорением вот вопрос так вот сейчас то что я вам расскажу вы как мне кажется я никого не заставляю но вы обязаны это знать и как говорится потом вот это чертежи когда вы вдруг увидите тело наклонной плоскости просто напросто рисовать на автомате поначалу сложно это знаю если вы этим будете заниматься часто поверьте мне вы потом даже и думать не будете почему потому что если я спрашиваю какие силы действует на это тело некоторые берут а ну понятно мы знаем сил тяжести вот так пишут какая-то сила да но еще даже и и иногда даже правильно знаю обозначает mg синус альфа вот потом вот так вот силы реакции опоры ну вот этот чертеж он не очень красивый он не очень эстетично во первых во вторых он неправильный и вот вы должны знать как мне кажется как рисовать чертеж абсолютно правильно поверьте мне это не так сложно значит что первым делом рисуем тело теперь на это тело действительно действует сила тяжести направленная вниз обратите внимание я нарисовал силу тяжести вот такую и сниму синькой какой-то вот так вот как некоторые рисуют вот рисуем красивую силу тяжести вашу по видно было вот так вот сила тяжести теперь брусок будет скользить по наклонной плоскости или не скользить может быть его кто-то вверх будет тянуть поэтому должны нарисовать ось x вот она либо вверх либо вниз ну допустим вниз и направим вот это ось x а если ось x имеется значит имеется и ось y перпендикулярные вот так вот то нас ось y что делаем сейчас мы находим проекцию силы тяжести на ось x вот она вот это проекция силы тяжести на ось x вот она отсюда вот сюда до сюда со стрелочкой вот и проекцию силы тяжести на ось y вот она так теперь дальше давайте соображать где вот здесь вот допустим в этом треугольнике или в этом треугольнике уголок альфа вот он вот он уголок альфа спрашивайте а почему ну хотелось бы ответить да потому что но все таки давайте ответим на этот вопрос вы смотрите внимательно да допустим этот уголок бета ну здесь понятно 90 градусов и здесь раз мы нашли проекцию тоже 90 градусов вот этот уголок тоже будет уголок бета вот этот эти две прямые параллельны значит и вот этот угол тоже будет уголок бета растут бета а здесь 90 значит этот альфа проекция этого вектора на ось x лежит против угла альфа значит это будет и уже синус альфа а вот это у нас будет естественно и уже косинус альфа так вот я сначала спрашивал а с каким таким ускорением будет это тело скользить вниз вниз по оси икс мы видим в данной ситуации действует только сила тяжести проекция сила тяжести на ось xmg синус альфа но это будет равняться м а поэтому масса мы сократили и получили что ускорение равняется же синус альфа вот такая вот штукенция классно получается ну вот хорошо теперь дальше коэффициент трения у нас не равен нулю то есть есть трение здесь тело то должно вниз скользить сила трения будет направлено вот сюда вот вот сила трения вот я нарисовал вот она сила трения ф трения фтр фтр вот теперь внимание я говорю что этот брусок не скользит вообще а это означает что он находится в состоянии покоя это означает что по первому закону ньютона все силы которые на него будут действовать их сумма будет равна нулю у значит по оси x mg синус альфа будет равняться силе трения вот все теперь дальше поехали сейчас мы найдем правильную силу реакции опоры вот смотрите внимательно вот конец вектора на конец проекции силы тяжести вот стрелочка видите стрелочка а это ее конец вот конец вот он вот он конец да обратите внимание на конец и из конца мы рисуем параллельную линию силе тяжести вот все и вот это вот точка пересечения с осью y да дает нам силу реакции опоры вот я жирненький такой сделал вот она сила реакции опоры вот она и что мы видим что сила реакция опоры n будет равняться mg косинус альфа вот так вот а сила трения у нас всегда как была так и остается мю n тогда mg синус альфа равняется вместо силы трения не пишем мю н а вместо н я могу написать мж косинус альфа мж мж сократили и осталось у нас что синус альфа равняется мю косинус альфа но отсюда будет следовать что коэффициент трения равен отношению синуса косинуса асинус деленный на косинус это навсегда тангенс тангенс альфа вот и все вот так вот некоторые книжки тангенс пишут вот таким вот образом тангенс альфа или т.г. фиритан т.г. фиритан ну можно так можно это итак мы пришли к выводу если коэффициент трения равен тангенс угла альфа значит это тело которое находится на наклонной плоскости да-дам скользить не будет вот такая вот классная штукенция это всегда надо знать это всегда нужно помнить ну про какой коэффициент трения ведется речь мю с да вот вот так вот ну вот еще одну задачку мы с вами разобрали эта задачка является ну на мой взгляд основной потому что мы должны научиться рисовать правильно чертеж и поверьте мне правильно нарисованный чертеж в дальнейшем да ну вот это в принципе 90 процентов успеха при решении задач потихонечку мы начинаем понимать что учить физику на канале который называется физика это просто это просто неописуемый восторг радость упоение ну ладно короче говоря если вы еще не записаны на мой канал ну пожалуйста возьмите запишитесь я думаю что это не очень сложно сделать буду вам очень признателен и благодарен ну и конечно лайк не забудьте поставить все всего вам доброго до свидания до новых встреч и до следующей задачи